Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр Давыдов, я эксперт Института международных исследований МГИМО. Мы приветствуем вас на YouTube-канале нашего института. Сегодня у нас особый гость, особая тема. С нами сегодня Иван Юрьевич Звиенко, старший научный сотрудник Центра евразиатских исследований Института международных исследований МГИМО. Иван Юрьевич, спасибо большое, что нашли время, чтобы поговорить с нами. Спасибо, что пригласили. Отлично. Сегодня, естественно, наша тема это российско-китайские отношения. Иван Юрьевич наш эксперт по Китаю, по российско-китанским отношениям. Но перед тем, как переходить к наиболее актуальным событиям визита Си Цзиньпиня, хотелось бы вернуться на 10 лет назад, но при этом не выходить из стен нашего университета, где мы сегодня записываем это видео, потому что почти ровно 10 лет назад Си Цзиньпинь в ходе своего первого визита, предыдущего визита, первого визита в Москву, выступил в ГИМО и озвучил в своей речи глобальную концепцию сообщества единой судьбы человечества. И тогда, когда он произносил эту речь, уже было заметно, что Китай видит себя как глобальный игрок. Сейчас в этом сомнений абсолютно нет никаких. Иван Юрьевич, можете рассказать, пожалуйста, что это за концепция и как она изменилась за последние 10 лет? Да, действительно, концепция сообщества единой судьбы человечества, она с нами последние 10 лет, на самом деле, даже чуть больше, потому что изначально элементы этой концепции и, в общем-то, до прихода Си Цзиньпина власти отмечались. Но последние дни в китайском интернете об этом вспоминали особенно много. То есть, если понятно, что ведущая тема была визита Си Цзиньпина в Москву, ну, второй темой, вот касающейся Си, это было, собственно говоря, десятилетие этой концепции. И надо отметить, что для меня даже в каком-то смысле это было неожиданно, потому что очень четко везде стало проходить, что она впервые заявлена НГИМО. Хотя, в общем-то, понятно, что сама концепция, она формировалась на протяжении долгого периода времени, обрастала новыми идеями, новыми смыслами. Но, значит, сейчас, 10 лет спустя, создается некая такая официальная версия истории этой концепции. И, действительно, точка отчета является выступление Си Цзиньпина в конференц-зале «Погенометр России» 23 марта 2013 года. И надо сказать, что за 10 лет, как я уже сказал, идея обрастала новыми дополнительными смыслами и в целом превратилась в такую зонтичную идею. В общем-то, можно ее назвать вообще ключевой для всей внешнеполитической идеологии Китая, потому что даже такие инициативы, как «Пояс и путь» и тем более глобальные инициативы развития, безопасности, цивилизации, они все являются как бы частью этой концепции. А о чем эта концепция? Ну, если совсем простыми словами говорить, это идея о том, что все страны в мире взаимосвязаны, взаимозависимы. Эта концепция очень тесно связана с идеей Си Цзиньпина о том, что сейчас мир переживает небывалые перемены. И что это за перемены? Это время подъема стран третьего мира, бывших колониальных, полуколониальных стран. Сейчас они достигнут достаточно высокого уровня экономического развития. Это создает очень продуктивную почву для взаимодействия между ними всеми и, соответственно, является таким путем взаимного процветания. И вот, значит, это состояние, в котором находится человечество, Си Цзиньпин описывает как глобальную деревню, как место, где все со всеми связаны, взаимозависимы, где во мне есть частичка тебя, а в тебе есть частичка меня. Ну, собственно говоря, эти, вот эту знаменитую фразу, он и произнесся к ему 10 лет назад. Вот как менялось восприятие этой концепции? Надо сказать, что 10 лет назад лично мне она казалась таким набором банальности, набором каких-то благих фраз за все хорошее против всего плохого. Надо сказать, что сейчас, 10 лет спустя, воспринимается немножечко по-другому, воспринимается, да, конечно, как идеализм по-прежнему, но надо сказать, что на фоне того, что говорится в других странах мира, да, на Западе, что говорит Боррелли, что говорит там Саллион, Линдлин, но слова Си Цзиньпина выглядят просто таки действительно мудростью, да, достаточно конструктивно звучат. Вот действительно не столько, мне кажется, изменивалась сама концепция, сколько поменялось ее восприятие. Но все равно есть какие-то изменения, например, у вас недавно вышел доклад, в котором вы пишете про новые идеологемы во внешней политике. Вот можно сказать, что есть прям какие-то изменения в идеологии внешнеполитического Китая? Я бы сказал, тут даже момент выключается не в том, что идея сообщества единственного человечества стала чем-то принципиально новым, как я уже отметил в самом начале, в общем-то еще со времен Худзиньдау, можно учитывать. А то, что эти идеологемы стали так четко артикулироваться, и, значит, Пекин стал их продвигать на глобальном и мировом уровне. То есть из такого продукта для внутреннего потребления они превратились действительно в продукт для внешнего потребления, который Пекин позиционирует как некую альтернативу западному порядку, прежнему порядку. То есть это, безусловно, произошло. Начался экспорт идей? Ну, можно и так сказать, хотя надо отметить, что китайцы по-прежнему, на мой взгляд, экспортируют свои идеи вот без такого, что ли, без такой агрессии, которая характерна для некоторых других стран. Хорошо, а как Китай видит себя в этом полицентричном мире? Какую роль для себя он выделяет? Да, очень важная, на самом деле, мысль, заложен уже в вопросе, то, что Китай видит мир полицентричный. Китай всегда говорит о подлинной многополярности. То есть Китай видит себя, безусловно, одним из центров этого мира. Это соответствует, по мнению китайцев, в целом, сущности китайской цивилизации, историческому значению китайской цивилизации. Безусловно, Китай видит себя центром такого макро-региона, но, исходя из тех документов, которые у нас есть, мы нигде не можем отметить, что Китай видит себя как такой царь горы, такая сила, которая будет устанавливать новые правила, как сила, которая сменит прежнюю силу. То есть это очень важно понимать, что из китайского дискурса это не исходит. Вот эти мысли, достаточно распространенные в мире, они скорее все-таки отражают нам американское восприятие вот этого подъема Китая. Да, опять же, то, что мы часто слышим и видим, и как мы воспринимаем попытки американского доминирования последние 30 лет, это попытки сформировать имидж незаменимой державы, державой, без которой невозможно решить ни одну глобальную проблему. Мы видим, как сейчас эта идея, мы переживаем крах этой идеи уже последние годы, а Китай пытается стать незаменимой, ведь мы видим, как Китай активно использует свои дипломатические рычаги на Ближнем Востоке, мы видим, как Китай выстраивает интеграционные площадки в своем регионе, и эти интеграционные или торговые инициативы доходят до Европы, они распространяются на всю Евразию. То есть пытается ли Китай стать незаменимым? Кстати, они выходят в эти вебразии, то есть если мы говорим об инициативе пояса Путина, она имеется абсолютно у него советский характер, она направлена на весь мир. Что касается незаменимости, да, безусловно, Китай видит себя незаменимой державой, но в рамках концепции сообщества «Единая судьба человечества» Китай видит незаменимой любую державу. То есть Китай говорит, что сила этого мира как раз таки в том, что нас очень много, мы разные, и мы можем между собой взаимодействовать. Боймите меня правильно, я, наверное, сейчас говорю о таком идеалистическом прочтении этих концепций, но очень важно и его учитывать тоже. То есть мы не можем абсолютно отбросить в сторону китайский дискурс и говорить, да, мол, они все равно, условно говоря, правду не скажут, что мы будем ориентироваться на такое очень реалистское понимание того, как ведет себя Китай. Но на самом деле, если мы посмотрим, опять же, у нас нет прецедентов, когда Китай, скажем так, навязывал по какой-то стране свою социально-политическую модель, какую-то страну действительно делал своим беспрекословным фасалом, устанавливал военные базы, полностью контролировал политику. Этого пока ничего нет, поэтому все-таки нужно относиться с вниманием, потому что говорится во внешнеполитической делах Китая. Да, конечно. Но при этом очевидно, что для такой активной внешней политики нужен еще и крепкий прочный тыл, стабильность во внутренней политике. И мы знаем, что в последнее время было несколько важных сессий во внутренней политике, собрания ключевых представительных органов китайских. О чем можно говорить во внутренней политике Китая? Смотрите, сейчас китайская система достаточно стабильна. Надо вообще понимать, что Син Цзиньпин, который пришел к власти чуть более 10 лет назад, пришел к власти в состоянии достаточно сильного кризиса. Это был такой кризис, который все-таки в значительной степени был скрыт от глаз наблюдателей, но он был серьезный. И с точки зрения внутриэлитных конфликтов, и с точки зрения того, в каком пике находилось восприятие власти коммунистической партии Китая общества. И надо сказать, что все действия отправления Син Цзиньпина это такое укрепление того, что на флоте называется «борьбой за живучесть корабля». Очень много на эту тему делалось. И действительно, в целом, эта политика оказалась успешной. То, что мы видим сейчас, что система устойчива, элиты консолидированы, недовольство общества, а надо понимать, что основными факторами недовольства была коррупция и социальное неравенство, то есть то, с чем как раз Син Цзиньпин много боролос. Так вот, недовольство общества в значительной степени устранено. То есть мы видим, что система сейчас, при Син Цзиньпине, она достаточно устойчива. И, знаете, книги, которые прочили Калаб Китая, это Гордон Чан, это Вит Шамбо, еще 10 лет назад они воспринимались одним образом, сейчас, скажем так, они воспринимаются как нечто с карьером ближе к чему-то маргинальному. И надо сказать, что решение 20-го съезда коммунистической партии Китая, они двух сессий, которые сейчас прошли в 20-2023-го, куда они, в общем-то, в очередной раз нам подтвердили вот эту устойчивость режима. И, несмотря на это, я бы отметил, что социально-экономической точки зрения все не так благополучно. Мы видим, что, скажем, прежние системы экономического развития, которые работали, они уже не работают. Те системы, которые были основаны на дешевой рабочей силе, на открытости внешних рынков и так далее, и так далее. Никаких новых фактически моделей не создано. Мы видим, что фактически высокие темпы экономического роста, ну, какие даже не высокие, а не нулевые темпы экономического роста достигаются, в общем-то, все теми же методами. Большая стройка, инвестиции в создание, развитие инфраструктуры, что фактически оборачивается долгами. И ничего нового фактически не придумано, хотя об этом говорится все 10 лет. Плюс ко всему есть моменты, связанные с тем, что все-таки есть акцент на командно-административные методы управления, есть элементы, связанные с консолидацией власти в руках, ну, не только сети импирно, но там, во ближайших, скажем так, соратников, которые где-то компетентны, где-то, возможно, не так компетентны. И в результате мы видим, что ситуация в Китае в последние годы, в общем-то, была не безоблачна, особенно в прошлом году. То есть, сначала Шанхайский локдаун, когда в других городах проседание темпы экономического роста, потом внезапный отмен всех этих ограничений. То есть, ну, мы видим, что не так все благополучно с этой точки зрения. Но, вот, тем не менее, это не позволяет нам все говорить о том, что режим сейчас неустойчив, нестабилен или находится, не дай бог, на грани краха. Спасибо, Иван Ильич. Конечно, очень хочется обсудить российско-китайские отношения, недавний визит Си Цзиньпиня. Но, прежде всего, как в целом вы бы оценили российско-китайские отношения сейчас? Например, сам Си Цзиньпинь в колонке, в статье для российской газеты, написал, что между Россией и Китаем существует мощный внутренний драйвер. Что это за драйвер? И вообще существует ли сейчас стратегическое совпадение интересов между Россией и Китаем? Как вы думаете? Да, безусловно, стратегическое совпадение интересов есть. И речь не только об экономике. Мы страны, обладающие сомнериментарной экономики, очень друг другу здорово помогаем. В этом отношении. Но и, конечно, огромное значение имеет то, что у нас схожие взгляды с геополитическим. Это именно мы одинаково понимаем важность многополятности мира. Мы одинаково понимаем, что не должно быть мировой гегемонии. И речь идет не только о гегемонии нынешнего гегемона, но и в будущем ни Китай, ни Россия не говорят о том, что у нас есть амбиции на том, чтобы управлять всем миром с помощью системы, с помощью порядка основанного на неких правилах. Это все абсолютно справедливо. Отметим, что для Китая важен такой ярлычок, что российско-китайские отношения это отношения нового типа. Что имеется в виду? Имеется в виду, что это отношения свободны от прежней логики блоковых противостояний. Китайцы говорят, что отношения наших стран это отношения лучше, чем отношения союзников, и при этом у нас нет информального союза. И вот это и есть отношения нового типа. Надо понимать, что, кстати, Россия это не эксклюзивный партнер в этом плане, подобную риторику. Китай повторяет и с другими странами. То есть это в целом подход Китая к новой системе международных отношений. И что касается России и Китая как драйверов перехода к этой новой системе международных отношений, ну тоже все логично, потому что Китай, потому что для Китая Россия, безусловно, наиболее влиятельный из единомышленников. Тоже страна, член, постоянный член Совета Безопасности ООН, понятно, достаточно серьезное значение во внешней политике. И российско-китайские отношения все-таки выделяются для Пекина среди других. И тут вот вы привели цитату Си Цзиньпина, абсолютно правильную, но можно так же вспомнить вторящую ему цитату нового министра иностранных дел Циньгана, который говорил о важности российско-китайской связки и говорил, что чем в мире больше нестабильности, тем крепче должна быть эта связка. То есть мы должны понять, что Пекин действительно рассчитывает на Россию, как на единомышленника, вместе с которым можно осуществить переход к новой системе китайских отношений. То есть нынешний глобальный кризис и российско-китайские отношения это ответ на этот кризис, какая-то такая рамка, которая способна в том числе его преодолеть. Да, безусловно, но мы должны понимать, что российско-китайская сцепка, связка, сотрудничество в общем-то развивалась и вне зависимости от этого кризиса. То есть это процесс достаточно длительный, системный, который развивался бы сам по себе. Очень важно, это подчеркивает лидера наших стран, что мы не должны дружить против кого-то. Мы дружим сами по себе, потому что это нормальное желание двух соседей, у которых схожие взгляды, схожие интересы. Это очень интересная мысль про дружбу и противостояние, дружбу с кем-то против кого-то, потому что когда я читал другие экспертные комментарии по поводу недавнего визита Си Цзиньпиня, часто пишут о том, что этот визит это показатель того, что Си Цзиньпинь и в целом Китай сделал определенный выбор в вопросе нынешнего конфликта, нынешнего противостояния между Россией и Западом. И есть мнение, что так Китай отказывается от политики или пересматривает как минимум политику равноудаленности. Как вы думаете, вы видите в этом какой-то отказ, стратегический выбор Китая и существует ли какая-то динамика за последний год отхода от равноудаленности? Да, безусловно, эта динамика есть. Безусловно, сейчас позиция Пекина позитивно настроена в отношении нашей страны, она более ощутима, чем год назад. Эта динамика есть, но виноват в этом только Запад на самом деле. В течение если даже посмотреть основные события, которые были в течение этого года, мы начнем с того, что Запад вообще начал разговаривать с Китаем по поводу присоединения к антироссийским санкциям языком шантажа. Это объективная реальность. Потом, ну что было дальше? Матрицкий саммит НАТО, где Китай является главной системной угрозой, интересом, безопасностью и ценностям страны-альянса. Это, безусловно, очень явные и конкретные действия по созданию глобального НАТО непосредственно возле Китая. Это, конечно, прежде всего развитие альянса Аурус. Это неоднократные провокации, связанные с Тайванем. Это запрет на поставку полупроводников в Китай, что достаточно больно бьет по Китаю. Все это не могло пройти без следа. Безусловно, Китай делает свои выводы и несмотря на то, что Китай все еще держит вот эту линию на неприсоединение, на нейтралитет, симпатии, в общем-то, уже понятно, симпатии очевидны, они на стороне нашей страны, но надо понимать, что у Китая не был бы Китаем, если бы вот так вот забыв о всем, бросился бы в одну сторону, Китай продолжает, продолжает держать открытыми все опции. И это касается и Соединенных Штатов в Америке тоже, несмотря на явные противостояния, пикаплинга, как сейчас говорят, продолжает высочайший объем торговли, высочайший объем взаимодействия. И надо понимать, еще важный момент, что Китай старается не видеть Запад как некого единого игрока, вычленяет отдельные страны Запада, говорит, что с Евросоюзом нужно отдельное отношение, с отдельными странами Евросоюза, прежде всего с Германией, отдельные отношения. И Китай, скорее всего, будет продолжать подобную политику, но вот, значит, если мы говорим о нейтралитете, это уже нейтралитет доброжелательный по отношению к нашей стране и, соответственно, такой с элементами противостояния отношения к Западу. Очень интересно, спасибо большое. Естественно, кроме политики говорили очень много об экономике в ходе этого визита, звучали цифры 79 экономических проектов на сумму более 165 миллиардов долларов. И вообще весь последний год, пока мы смотрели и следили за новостями о том, как уходят европейские компании, как происходят взрывы на северных потоках, ответом очень часто казался замена чем-то китайским, замена северного потока 2 на силу Сибири 2. Как вы видите вот эти перспективы того, что мы можем сейчас и удается ли нам те убытки, которые мы получаем от отхода западных партнеров, от резкого отхода западных партнеров от торговли с нами компенсировать китайским сотрудничеством. И может быть это даже не вопрос компенсации, а просто вопрос полномерного развития самодостаточного торговых отношений. Да, я бы отметил, что тот поворот по многому вынужденный на восток, прежде всего Китая, который мы наблюдаем, нужно рассматривать прежде всего как все-таки балансирование. У нас действительно существовал огромный перекос в сторону Запада и экономический, и идейный, и политический. И вот то, что сейчас происходит, это по большому счету просто выравнивание вот этого баланса. Если мы посмотрим на внешнюю торговлю, статистика сейчас у всех в общем-то в голове, почти 200 миллиардов долларов у нас товарооборот с Китаем, Китаем, главный торговый партнер, но заметим, что в совокупности страны и профсоюза по-прежнему большую трубу занимают. И если мы вспомним газопроводы, надо понимать, что сейчас мы в Китае начали больше поставлять газа, 38 миллиардов кубов поставлять в Силе Сибири 1, плюс 10 это одна ветка, до 50 миллиардов кубов в Силе Сибири 2, это сумма большая, но это по-прежнему значительно меньше, чем мы поставляли в Европу год назад. То есть, в данном случае мы все-таки должны говорить, что мы сейчас пытаемся что-то сбалансировать и отказ полностью от сотрудничества с Европой, в общем-то, он невозможен, все равно останется, и нельзя говорить о том, что мы единомоментно заменим Европу Китаем. Хотя, в тех условиях, в которых мы оказались в течение прошлого года, по многим позициям сейчас у нас нет других альтернатив, кроме как сотрудничества с Китаем, это тоже правда, но, опять же, это не должно восприниматься сквозь призму, уже все пропало. Мы десятилетиями находились в такой зависимости от Европы и, в общем-то, как-то с этим жили. С чего взяли, что с Китаем это гораздо хуже, скажем так, гораздо трагичнее. Да, конечно. Последний вопрос, который я бы хотел вам задать. Мы регулярно слышим фразу от китаистов, что серьезная проблема в том, что мы не понимаем Китай. Я помню, когда я еще, будучи студентом, читал книжку Генри Киссендера о Китае, он писал абсолютно, это одна из центральных идей, главный тезис книги, мы в целом не понимаем, как мыслят китайцы, нам не стоит применять наши западные способы анализировать международные отношения и политику страны для понимания Китая. Тем не менее, мы видим, что сейчас интерес Китая очень сильно вырос, ломятся школы китайского языка от студентов, то есть появляется все больше мода на китайской и на Китай, на сотрудничество с Китаем. Как вы думаете, сохраняется ли это непонимание Китая и как мы могли бы его ликвидировать как можно быстрее? Понимание безусловно сохраняется. Массу примеров могу привести как китайист, как публичный спецчерк, с которым периодически что-то рассказывать обществу на эту тему. Понимание велико. Я бы отметил, что оно, кстати, и с обратной стороны тоже есть. Китай тоже переглядит очень шаблонными, архаичными представлениями России. Максимально быстро это ликвидировать невозможно. Мы тоже должны понимать, что это процесс, который будет затянуться на годы, десятилетия, поколения. Для примера, сколько Россия училась понимать Европу. Начиная от Петра Великого, какое количество десятилетий у нас ушло на освоение и насколько интенсивное было освоение тогда западного культурного пространства. Сейчас о подобной интенсивности речь не идет. Никто не говорит о том, что мы стали попереносим во Владивосток, условно говоря, и у нас приезжают университеты и работают китайцы. Это будет достаточно долгий, сложный процесс и, конечно, все в значительной степени будет тормозиться и в процентричности нашего сознания. Примеров также масса. Достаточно сказать о том, что, условно говоря, обстоятельства завтрака в пастионе Семь-Жире известны плюс-минус всем, а знаем то же самое, что такое клятва в персиковом стаду. А ведь это абсолютно равнозначные понятия представления для мировой культуры. Но другого выбора у нас на самом деле нет. Конкурентное преимущество России это как раз нахождение между Западом и Востоком и одинаково понимание и Запада и Востока. И вот понимание Востока это, мне кажется, залог выживания нашей страны, а при успехе это залог процветания нашей страны. Отлично. Давайте будем надеяться, что благодаря таким экспертам, как вы, мы будем все больше и лучше понимать Китай, а они от общения с вами будут больше понимать нас. Спасибо вам большое, Иван Юрьевич, за беседу. Было очень интересно и очень-очень полезно. С нами был Иван Юрьевич Зуенко, старший научный сотрудник Центра Евроазиатских Исследований Института Международных Исследований НГИМО. Подписывайтесь на наш канал, следите за новыми видео, уже вскор мы будем выкладывать все новые-новые беседы с нашими ведущими-экспертыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!